Всем привет! Меня зовут Екатерина Садикоева. Я являюсь преподавателем архитектуры и физиогномики бровей в Академии Фэшн Кэмс. Сегодня я научу вас делать красивые бровки, и в этом мне поможет наша модель Ольга Альбертин. Итак, давайте начнем. Для того, чтобы определить начало брови, мы проведем вертикальную линию от пирсинга нота к надбровной дуге. Для определения изгиба брови мы проведем линию через середину подбородка и внешний край радужки глаза. Для определения кончика брови мы проведем линию через середину подбородка и внешний край глазницы. Иногда так бывает, что у людей отсутствует по разным причинам брови. Либо очень трудно выстроить вершинки, потому как в модели, например, косоглазия. Тогда мы пользуемся следующим методом. Мы просим нашу модель поднять бровки и их нахмурить. Когда модель поднимает брови, мы видим наивысшую точку нашего изгиба. Для определения начала брови мы просим нахмуриться. Здесь мы видим точку начала брови. Если вы нарисуете брови по этим точкам, то они будут полностью соответствовать правилам золотого сечения лица. А также помогут сделать ваш взгляд более красивым и распахнутым. Для того, чтобы нарисовать брови, мы прорисуем эскиз с помощью обычной нити по заданным точкам. Мы получили эскиз бровей. Теперь мы сможем по нему прорисовать красивые бровки. Мы прорисовываем по линиям эскиза бровь и немного сглаживаем все уголки. В этой схеме вы в принципе можете прорисовать любую бровь абсолютно симметрично относительно другой. Лишние линии я теперь уберу с помощью мицеллярной воды. Для того, чтобы выбрать, какое же начало бровей подходит моей модели, я стерла линию начала бровей. Если вы хотите визуально сузить и удлинить ваш нос, выбирайте прямое начало бровей. Если вы хотите визуально укоротить и сузить нос, выбирайте скошенное начало. Если вы хотите увеличить и удлинить ваш нос, выбирайте скошенное начало вовнутрь. Это также поможет вам придать пухлость вашим щечкам и губкам. Для нашей модели мы остановимся на скошенном начале, для того, чтобы подчеркнуть ее естественную красоту лица. Для окрашивания бровей мы воспользуемся хной. Она наносится в три этапа. Первый слой наносится против роста волосков, припечатывающими движениями по эскизу. Будьте внимательны и не завязайте на границе. Но если так произошло, что вы залезли на линию эскиза, воспользуемся обычной ватной палочкой. Переходим к нанесению второго слоя. Второй слой мы наносим по росту волосков. И наносим третий слой. Он является закрепляющим. По моему опыту могу сказать, что трех слоев совершенно достаточно, для того, чтобы ваши бровки долго носились и хорошо прокрасились. Оставляем высыхать хну на 20 минут. После того, как прошли 20 минут, мы наносим масло. Масло поможет закрепить хну, и она будет намного дольше носиться. Масло лучше всего наносить промакивающими движениями. Масло мы оставим на бровях на 2-5 минут, в зависимости от густоты бровей. Для того, чтобы легко удалить хну, мы сначала приложим влажную салфетку. Далее поглаживающими движениями мы стираем слой за слоем. Как вы можете заметить, брови у нас не взяли акцент на себя. Они не получились такими широкими, как в эскизе. Но яркость бровей это еще не окончательный вариант. В течение 8 часов они еще будут набирать свою насыщенность. Поэтому в течение 8 часов их нельзя трогать, мыть, тереть и наносить крем. Если у вас еще остались какие-то вопросы, вы можете их задать в комментариях под этим видео. С вами была Академия Fashion Kings, увидимся в следующих видео.